Смотрим еще раз, что происходило. Вспоминаем. Вот он, Навакшонов. Пока еще с незаклеенной щекой. Очень все тревожно начиналось. Крамзин здесь просто кувыркался, как белка в колесе. Браво, Егор! Независимо от исхода встречи, ты умница. И твой вклад в то, что команда набрала хотя бы очко, огромнейший. Ну вот, смотрим. В третьем периоде 8-8 было по броскам. То есть в общей сложности это тот перевес, который в итоге обозначился в протоколе. Был добыт именно в стартовом отрезке. Значительный перевес по попаданиям в створ. 25-34. То есть в овертайме лисы перебросали своих оппонентов 2-1. Они могли забивать сами. Ну да, и контроль-то шайбы в овертайме, в общем, был за магнитогорцами. Ну вот, видите, немного такие самонадеянные действия Кузякина. Я понимаю, он поймал вот эту волну, когда спас свою команду во второй половине третьего периода, сравняв счет. Но немножко все-таки переоценил свои силы в ответственный момент. Общая статистика, да, 25-34 по броскам, по вбрасываниям. 29-30. Ну да, было очень неприятно в первом периоде. Потом выровнялись. И, кстати, в овертайме оба вбрасывания лисы выиграли. По блокированным 17-12. Все-таки в итоге побольше пришлось. Да, вот она первая ответная шайба лисов. Ее автор Ярослав Мухранов. У него тоже сегодня волна образно, как и у Кузякина. И заброшенная шайба есть, и два удаления у Мухранова. И одно из них было как раз использовано соперниками. Дважды играли в меньшинстве по ходу третьего отрезка лисы. Вот так они пропустили. Почти из ничего выросла эта контратака. Контратака. Позиционно здесь не разобрались. Да, по силовым 15-10. Так и переиграли ведь лисы. По отборам 2-4. По потерям 4-4. По перехватам 2-4. Ну и вдвое чаще лисы удалялись. Всего два раза позволили себе нарушить правила ястребы. Очень корректно сыграли. Но вот видите свои обе шайбы забили в равных составах магнитогорцы. Вот он спасительный гол. Плохов красавец. Осипович молодец. Кузякин герой. Но герой к сожалению для своей команды только до овертайма. Там уже вот не вышло. Могли да, заканчивать и те и другие в основное время. Ну потому что были шансы вот опять-таки после второй пропущенной у Амичей в большинстве вот здесь Козлов. И совсем скоро вы увидите победный гол на Вакшонова. Да, вот он скоро обозначится. Эту трансляцию организовала и провела для вас бригада телекомпании ТВН во главе с режиссером Максимом Пуртовым. У микрофона работал комментатор Павел Зайцев. Повторный матч между магнитогорцами и Амичами пройдет 1 ноября в среду также в 17.00 по уральскому времени. Ну а завтра в последний день октября магнитогорский Металлург попробует прервать свою пятиматчевую серию поражений в домашней встрече с Борысом из Астаны. 19.00 начало. Не пропустите. Поддержите. свою команду. Пока.